Владимир Чебиркин и Николай Бурнайкин. Эти кандидатуры выдвинуты местными единороссами на должности председателя Государственного собрания и Городского совета депутатов Саранска соответственно. Такое решение принято на конференции регионального отделения партии. Подробнее об этом расскажет Евгений Волков. Итоги осенней избирательной кампании не обсуждал только Ленивы. Однако на этот раз местные единороссы в расширенном составе решили услышать приятные для себя цифры. Делегаты из всех районов, региональный полицовет. От каждых 300 членов партии был свой представитель. Владимир Чебиркин с гордостью говорил про результаты голосования. Свыше 84 процентов за Единую Россию на выборах в Госдуму и 45 депутатских мест из 48 в Государственное собрание. Результаты этих выборов наглядно показали, что жители Мордовии в вопросах, определяющих дальнейшее развитие региона, проявляют созидательное и единодушие. Мы благодарны им за то, что они проявили ответственное отношение к делу и выразили свою гражданскую позицию, проголосовали за Единую Россию. За то доверие, которое было оказано президенту нашей страны, нашей партии, которую он основал. Секретарь регионального отделения партии Единая Россия Владимир Чебиркин пояснил причины успеха на выборах. Во время подготовки к ним и в ходе проведения партийцы придерживались нескольких принципов. Это новый, гораздо более требовательный подход к отбору кандидатов. Единая Россия стала единственной партией в стране, которая по-настоящему посоветовалась с избирателями, кого следует включать в списки своих кандидатов. Причем процедура предварительного отбора была открыта на всех этапах. Наши кандидаты в депутаты достойно прошли через горнило предварительного голосования 22 мая. В ходе избирательной кампании кандидатов в депутаты от Единой России провели с людьми 774 встречи. Свыше 50 из них были с участием главы Мордовии Владимира Волкова. Во время общения жители разных районов рассказывали о своих проблемах. Мы консолидированно проголосовали. Мы с вами прекрасно понимаем от того, как проголосовали за весь будущее республики. Главное, наверное, то, что нам удалось довести это до всех жителей республики. Это большая заслуга активистов, членов Единой России. И, безусловно, это будет помогать нам в развитии республики в ближайшие пять лет. Исполнение наказов избирателей найдет отражение в работе Государственного собрания Мордовии и правительства. Об этом неоднократно говорилось на конференции регионального отделения партии «Единая Россия». Приоритетным направлением в своей деятельности признал это и глава республики Владимир Волков. Основная задача выполнения всех тех наказов избирателей, которые получили наши депутаты всех уровней. Начиная с Государственной думы и заканчивая депутатами наших поселковых советов. Вот в основе всех наших планов эти наказы будут лежать в основе наших планов. И мы, безусловно, над ними предметно будем работать. А наказы очень широки. И до развития республики Мордовия, развития городов, там, где наказы, развития сел, где проходили наши выборы. И в целом охватывает все сферы жизни. Также на конференции тайным голосованием Владимир Чебиркин и Николай Бурнайкин были выдвинуты кандидатами на должности председателей госсобраний и городского совета депутатов соответственно. Евгений Волков, Александр Дзюзяев. Наши новости.